Всем привет! Сегодня мы посетим бесплатный автомобильный музей, который состоит из двух крыльев. Здесь выставлены образцы старых автомобилей, на которых мы сегодня и посмотрим. А с самого начала нас встречает вот такой красивый старый американский автомобиль Chevrolet Impala 1970 года. Давайте же посмотрим на него чуть ближе и пойдем осматривать другие экспонаты. Этот автомобиль стоит прямо у входа в музей и именно он привлекает большую часть внимания тех, кто сюда приходит. Так как этот автомобиль, помимо своего яркого окраса, еще и имеет отличный красивый дизайн, которых не встретишь в сейчасное время. КОНЕЦ Также вы можете написать в комментариях, как вам этот автомобиль и как он выглядит по сравнению с современными автомобилями, которые производятся сейчас. Также в музее установлены вот такие тематические стульчики, диванчики и стольки, которые сделаны из бочек. Выглядит это красиво и интересно. Ну и первый автомобиль, который нас встречает, это вот такой необычный Taunus, который имеет довольно необычный дизайн. Далее стоит автомобиль, который можно увидеть примерно в мультфильме тачки. Но это не так. Это автомобиль De Soto, который производился в Турции. Также сверху над ним стоит экран телевизора, который показывает кадры из разных фильмов, снятых с участием этого автомобиля. Подписывайтесь на канал. Я думаю, что вы хотите сделать интересную новую калему, мне кажется, как этот фильм. А это мы перешли в зал, где стоят старые турецкие автомобили марки Тофаш, которые можно увидеть и по сей день, проезжающих по дорогам Турции. Возле большинства автомобилей в этом музее стоят специальные карточки, на которых написано краткое содержание об автомобиле и его технические характеристики. Также и год, с которого производился этот автомобиль, и по какой год он выпускался. Как, например, у этого Opel Ascon. Субтитры создавал DimaTorzok Также на выставке представлены экземпляры автомобилей для разных служб, как, например, вот этот Renault 12, который, судя по всему, в свое время состоял на службе в полиции. Субтитры создавал DimaTorzok А вот это автомобиль с названием Devrim, что переводится как автомобиль революции. Довольно культовый автомобиль для Турции, для истории Турции. А вот здесь стоит довольно необычный экспонат. Это Ish-планета, который в свое время выпускался в Советском Союзе, и мы определили, что это Ish-планета 3. Мотоцикл сохранился в не самом лучшем своем состоянии, но он до сих пор выглядит довольно необычно и интересно. Также здесь выставлены некоторая часть сельскохозяйственной техники, которая использовалась местными жителями в сельском хозяйстве, как, например, вот такой грузовик с названием International, или же, как написано на табличке, то и комьюнет. А это автомобиль Dodge в кузове пикап. И что-то мне подсказывает, что автомобили в таком кузове предназначались примерно именно вот для таких целей для перевозки разных грузов, в том числе фруктов и овощей. Это стоит старый Volkswagen T2, о котором также есть небольшая информация, сведенная на табличке. Следом за ним стоит еще один представитель немецкого автопрома, а именно Volkswagen, как его чаще всего называют, «Жук». А здесь мы можем наблюдать экспонаты гоночных автомобилей, которые участвовали в гонках под флагом Турции. И еще один экспонат гоночного автомобиля, который выполнен в стиле ралли. С противоположной стороны от тех машин, что мы проходили, расположены автомобили, как, например, вот эти два марки Anadol. Первый автомобиль, который сейчас можно увидеть, мы снимали, он у нас был в одном из коротких видео, ну или же в шорцах. А второй автомобиль имеет для своего времени довольно необычный дизайн и такую сильно вытянутую морду. Автомобили, помимо своего необычного внешнего вида, имеют еще и необычное название. Название Anadol. Далее стоит всем известная копейка, но здесь она называется Fiat Murat 124, так как этот автомобиль изначально так и назывался. А здесь мы с вами можем видеть культовый американский армейский автомобиль повышенной проходимости времен Второй мировой войны. Который многим из нас знаком по кинематографу о событиях тех лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А такой автомобиль можно до сих пор встретить на дорогах Турции. Это автомобиль Leven от компании BMC. Продолжение следует... помимо необычного дизайна, этот трицикл имеет еще и необычное название – Арчелик Телепортер. Также в этом зале можно увидеть старый образец бензоколонки и пару грузовиков старых времен – Фиат. 50 и Аустин ТМ-140. И также небольшая нарезка из кинематографа об автомобиле, который стоял рядом. И мы постепенно переходим в следующий зал, где стоят еще одна партия автомобилей. Здесь мы можем увидеть экспонат старой, очень старой Явы, которую могут даже вспомнить в своем детстве еще не все. Но вот так выглядит старая Ява, которая до сих пор ездит по дорогам Турции. Некоторые даже выглядят примерно точно так же. А это старенький мопед, на которых тоже сейчас еще ездят жители Турции. В целом в этом зале собраны автомобили, которые до сих пор можно увидеть на дорогах в разных странах. Здесь собраны автомобили Тофаш, Рено и также от концерна Mercedes-Benz. Многие из них можно видеть на дорогах до сих пор даже в хорошем состоянии, так как эти автомобили довольно хорошо сохранились со временем. А прямо за этим Mercedes-Benz стоит автобус, который похож на автобус LAS, который в свое время колесил по дорогам СССР. Те, кто вспомнит, могут написать, похож этот автобус на LAS или же нет. И мы плавно переходим в следующую комнату, где установлен вот такой автосервис. И выставлено несколько автомобилей. Это Peugeot 504 и Honda Accord, которые не похожи на современные. А за Honda Accord установлен более интересный для нас вариант. Это Yava Road King, что означает король дорог. Эти Yava являются довольно редкими, так как они производились для рынка Индии. Такие Yava встречаются на порядок реже, чем обычные. Далее же можно увидеть обычный старый Golf Volkswagen Golf Mk1 в комплектации GTE. Субтитры создавал DimaTorzok А здесь изображена довольно необычная и интересная инсталляция, на которой два автомобиля марки Fiat расположены друг к другу параллельно крыша к крыше. Оба эти автомобиля расписаны разнообразными надписями, что говорит о том, что на одной из выставок всем желающим разрешалось оставить, так сказать, свой отпечаток на одном из этих автомобилей. Ну и мы переходим в крайний зал этого выставочного центра, где нас встречает вот такой старый трамвай. Он чем-то похож на трамвай Ностальджи, который ездит до сих пор в Анталии. А рядом с ним стоит ровер Истамбул. Довольно необычное название, которое, скорее всего, ему дали в честь города Стамбул, который расположен в Турции. Следом идет небольшой ряд грузовиков, как, например, вот этот Лейланд Итфайе. Такое необычное название у такого большого грузовика. А рядом с ним стоит огромный массивный МАК-трак. Это довольно массовый грузовик, который выпускался очень долго. Грузовик, помимо внушительных габаритов, имеет также очень интересный дизайн. Следом за огромным американским грузовиком МАК-трак стоит Форд Д1210. А это небольшой автомобиль, который чем-то напоминает АКУ. Но это не так. Это ФИАТ 126, который производился с 1976 года. Это компактный городской автомобиль с интересным дизайном. Также в этом залу представлена пара самолетов. Старого образца, которые уже совсем не похожи на современные. Исходя из картинки на стене, можно понять, что такое самолет. Экспонат был выпущен в 1925 году. Данному экземпляру практически 100 лет. И также рядом с ним изображен еще один экспонат. Вот такую выставку мы сегодня вместе с вами посетили. Напишите в комментариях, как вам автомобили, которые выставлены в этом зале. Вы можете выразить свое мнение как обо всех моделях сразу, так и о конкретных моделях в частности. Также не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, не забывайте про колокольчик. Ну а на этом я буду с вами прощаться. До новых встреч!